Здравствуйте! В эфире новостная служба Радио Торонто, в студии Алиса Некрасова и коротко о событиях в этом выпуске. В Канаде возобновят производство космических гитар. Отмена строительства казино в Торонто. У Портер Эрлайнс возникли трудности с расширением аэропорта Бишопа. Премьер-министр Харпер не знал о договоренности Райта и Даффи. НХЛ ветеран Эдди Саттон объявил о прекращении карьеры. Канадская компания-производитель гитар Ларри Ви решила возобновить производство космической модели гитары, на которой играл командир МКС Крис Хэтфилд. Клип на песню Дэвида Боуи «Спейс Орити» в исполнении астронавта Криса Хэтфилда стал первым музыкальным видео, снятым в космосе. За два дня после публикации ролик набрал почти 5 миллионов просмотров в интернете. Несколько лет назад НАСА обратилась к Ларри Ви, компании, которая уже почти 45 лет производит гитары, с просьбой изготовить инструмент специально для МКС. После того, как были изготовлены две космические гитары, компания приостановила производство этой модели. Но невероятный успех музыкального видео Хэтфилда заставил руководство компании поменять решение, отмечает издание. «Я рад это слышать, ведь это очень хорошая гитара. Было очень здорово иметь возможность играть на инструменте, произведенном в Канаде», – сказал сам Хэтфилд, комментируя сообщение. С прошлой недели, когда Ларри Ви объявила об изобновлении производства модели, компания уже получила заказы на общую сумму более 100 тысяч долларов. Городской совет почти единогласно высказался против строительства казино в Торонто. Утром во вторник во время специального заседания 40 чиновников проголосовали против возведения крупнобюджетного развлекательного комплекса в центре города. «За» высказались лишь четверо. Не будет азартных игр и поблизости Woodbine Racetrack. «Это решение не только политиков, но и населения нашего города», – прокомментировал результат голосования советник Майк Лейтон. «Люди были категорически против игорного заведения в центре города. Нам не нужны вливания в казну за счет разрушенных жизней горожан и популяризации азартных игр». Специальное заседание стартовало в 9.30 после того, как 24 из 45 членов горсовета потребовали проведения голосования. Сбор подписей был инициирован советником Лейтоном. Тем не менее, таким решением довольно не все. Советник Джорджио Мамалити не согласен с вердиктом большинства. «У меня складывается ощущение, что премьер Уин стремится выдать бюджет до последней капли. Чиновники стараются изо всех сил, пытаясь найти новые средства финансирования. Поэтому решение об отказе от развлекательного центра я считаю очень опрометчивым». Мэр Роб Форд, прежде рьяно защищавший идею постройки казино, от комментариев воздержался. Судя по всему, руководству аэропорта Билли Бишопа придется подождать с расширением. Авиалинии «Портер Эрлайнс» недавно сообщили о расширении авиапарка и закупке новых реактивных самолетов, для обслуживания которых понадобится удлинить взлетно-посадочные полосы на 168 метров в обоих направлениях. Тем не менее, после проведения экспертизы, управление аэропорта заявило, что используемые материалы могут не выдержать такого расширения. Неподалеку от аэропорта находится озеро. Таким образом, местность поблизости не является достаточно стабильной для взлетно-посадочного полотна. Кроме того, против посадки реактивных лайнеров в центре города высказались некоторые лидеры общин и ряд советников. Напомним, что в апреле руководство «Портер Эрлайнс» сообщило о заказе на 12 реактивных авиалайнеров «С-100» производства «Бомбардьер», с помощью которых можно осуществлять вылеты в Лос-Анджелес, Флориду, Калгари и острова Карибского бассейна. Премьер-министр Стивен Харпер сообщил, что ничего не знал о затее Найджела Райта, который оплатил за должность друга и коллеги Майка Даффи, выписав ему чек на сумму 90 тысяч долларов. Харпер заверил, что если бы Райд спросил сперва разрешение его или разрешение совета, то вряд ли бы получил положительный ответ. После описанных событий начальник штаба Найджел Райд подал в отставку, а в рядах партии консерваторов разразился крупный скандал. Таким образом, Райд подал прошение об отставке в воскресенье, а Даффи временно покинул партию консерваторов и того раньше, в четверг, как только начали всплывать детали по данному делу. Договоренность между политиками сейчас изучает федеральный комиссар по вопросам этики. Защитник Энди Саттон, заслуживший репутацию ветерана НХЛ после проведенных 15 сезонов на льду, объявил о прекращении карьеры. Санттон успел сыграть в 676 играх Национальной лиги. Выступал в составе команд Эдмонтона, Сан-Хосея, Миннесоты, Нью-Йорка, Оттавы и Анахайма. Тем не менее, его контактный стиль игры повлек серьезные последствия для его здоровья. Двухметровый игрок за свою карьеру перенес 12 хирургических операций, связанных со множественными травмами, из-за которых пришлось пропустить немало важных игр. Ему ни разу не удавалось отыграть весь сезон от и до, и лишь трижды за карьеру Саттон преодолел рубеж в 60 матчей за сезон. Последняя игра Саттона пришлась на матч против Ойлорс в сезоне 2011-2012 годов. Весь теперешний сезон игрок провел списки потерпевших игроков команды Эдмонтона с травмированным коленом. На этом все новости на сегодня. С вами была Алиса Некрасова. Всего доброго!